Марки развиваются в небе, флаги цвета радуги здесь проходит гей-парад чуть поодаль, толпа разъярённая кричит «No pride!». Дни дружбы вновь стали днями раздора и вражды. В умах латвийцев до сих пор царят советские догмы, подмечают политологи. Мир для многих по-прежнему чёрно-белый, а не цветной. Поэтому и люди, не похожие на большинство, вызывают неприязнь. У нас во всех глубоко сидит «я прав, и он не прав». То есть есть два мнения – моё и неправильное. Я думаю, что у очень многих такая точка зрения, к сожалению. И когда сталкиваются такие идеи, различные идеи, и, к сожалению, масс-медиа это ещё разогревает, тогда хочешь не хочешь вовлекается. Такое мировоззрение не стыдясь используют политики. По сути, им всё равно, как зарабатывают свои очки. Будь то разжигание межэтнической розни или ненависть против людей нетрадиционной ориентации. Это выгодно и действует. О последствиях политики просто-напросто предпочитают не думать. В пятом году партия Шлессерса таким образом пыталась пошатнуть позиции нового времени в Думе, чтобы занять там ключевые позиции. В шестом году опять та же первая партия Шлессеровская инициировала уже загодя, ещё до того, как о предстоящем прайде было объявлено, уже они загодя инициировали антипрайдовскую кампанию в ожидании выборов осенью, в сентябре шестого года. И сегодня, буквально в последний момент, Дума принимает такие решения, которые явно не было бы поддержано и не было бы поддержано судом. То есть, опять-таки, это шаг перед кампанией выборов в Рижскую Думу. Латвия выглядит совсем не по-европейски. Мне трудно себе представить, что в какой-то европейской стране католический кардинал, собственная парсона, пытался бы вломиться в судебное заседание, что-то там кричать. Извините, это ниже его достоинства, в принципе, в любой нормальной стране. Но Латвиями должны считаться с теми менталитетами, с теми представлениями, которые мы тут имеем. В этом смысле, я думаю, что самое главное зависело бы от того, что в первую очередь, чтобы наши правоохранительные органы все-таки охраняли возможность людей выражать свое мнение и с одной, и с другой стороны. Что касается политиков, то, конечно, я думаю, что со временем наши политики поймут, и что, в принципе, на этом, именно на этом хомофобском настранении они, в принципе, не должны делать свой политический капитал. Из-за созданного ажиотажа многие геи и лесбиянки предпочитают игнорировать прайды, и это вновь используют политики. Вся эта политическая заваруха вокруг этого события показывает, что нужно помалкивать. И потом уже после прайда политики используют аргумент, как видите, здесь никого это не касается, нет людей, права которых были бы ущемлены, поэтому ваши требования соблюдать их права, внести какие-то законодательные нормы, скажем, в кодекс законов о труде, это не имеет смысла делать, потому что таковых людей нет. То есть здесь заколдованный круг получается. Прайд как раз организуется для того, чтобы люди не боялись демонстрировать свою идентичность, но все, что происходит вокруг него, это лишний раз убеждает, что общество очень нетерпимо, очень агрессивно и лучше сидеть в сторонке. Отношения неоднозначные, нельзя говорить о том, что Латвия гомофобная страна в целом, что наше общество гомофобно. Да, есть однозначно непонимание, есть однозначно проявление нетерпимости, и даже то, что четвертая или пятая часть населения очень активно против, означает серьезные проблемы для тех людей, которые в повседневной жизни сталкиваются с таким негативным отношением. Для них это может означать дискриминацию на рынке труда, для них это может означать большое непонимание в семье, с друзьями, знакомыми и так далее. То есть это все равно серьезная проблема. Обществу давно пора понять, говорит политолог Иверс Иепс. То, что все мы разные, это и есть ценность демократии. Никто не призывает кого-то любить или молчать о своей точке зрения. Ключевое слово в данном случае – это уважение и равноправие. Даже несмотря на то, что вот этот человек мне не нравится из-за его сексуальной ориентации, из-за этнической принадлежности и так далее, я должен уважать тот факт, что он имеет некоторые права, которые я должен уважать. Я не должен его полюбить никаким образом, но я должен уважать его права. И в этом смысле, я думаю, что, конечно, мы еще должны этому учиться. И учиться в Латвии будут не один десяток лет, уверены политологи. Дни ненависти и розни станут днями дружбы не раньше, чем сменится это поколение. Вита Еленина, Эдуард Колик, телекомпания ТВ5. Участникам акции протеста против гей-шествия в центре столицы грозит административная ответственность, поскольку их действия не были санкционированы столичными властями, заявили в госполиции. Там уже собрали доказательства нарушений закона, противники прайда двигались организованно, а транспаранты явно были подготовлены заранее, говорят стражи порядка. Это значит, что противники гей-парада не смогут сослаться на стихийную природу своего митинга, следовательно, им грозит штраф. Кстати, у полиции были все основания разогнать антигейскую демонстрацию, однако стражи порядка на это не решились, поскольку это могло бы спровоцировать беспорядки, говорят в госполиции. Хроника горячего дня в репортаже Даниила Смирнова. Сегодня в Риге в очередной раз столкнулись два противоположных взгляда на одно большое чувство – любовь. Геи и лесбиянки считают, что их чувства надо закрепить законодательно. Христиане, наоборот, полагают, что это угрожает безопасности нашей страны. Активисты гей-движения еще только собирались в Вермантском парке, когда представители радикальных христианских сект провели упредительный марш вдоль ограждения. Продолжение следует... Не понимайте, что это значит... Пидори! 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 Интересно, что в этом году организаторы шествия отказались от христианской мессы в англиканской церкви, с которой начинались предыдущие прайды. Не было также массового шоу трансвеститов – мужчин и женщин, переодетых в одежду противоположного пола, с чем обычно ассоциируется секс-меньшинство. Мы никогда богослужения не организовали, то есть мозаика никогда это не делала, да, это организовал обычно Марс, Санс, да, абсолютно отдельно. То есть, ну, это как бы в масс-медиах как-то было всегда показано, да, что как бы мозаика это организовала, да, это во-первых, да. То есть и что в этом году богослужения нет, то, ну, конечно, ну, то есть наше мнение тоже таково, что все-таки мы считаем, что так как мы не религиозная организация, да, мы вообще не работаем с какими-то там религиозными аргументами, да, да, это, ну, то есть мы работаем чисто с правом, да, то есть с нашими правами и все, да. В этом году представители мозаики сконцентрировались исключительно на своих правах. Каждый человек имеет право на свое мнение, и то, что это запрещает, это, наоборот, больше накаливает страсть, и все хотят все равно это получить, и все все равно будут собираться, даже если отменят. Из христиан за охраняемый периметр пустили только православную Лигу Демиттера, которая не первый раз протестует против Прайда. Она почти все время двигалась перед парадом с огромным распятием на груди. Противники гей-парада на этот раз решили превратить свой протест в искусство. Кроме обычных ругательств и оскорбительных плакатов в адрес геев и лесбиянок, в честь парада слагали песни. Я за то, чтобы продолжалось именно так, и сохранить семью, поверь, сейчас уже не пустяк. Итак, взгляни за океан, где рулишь в Арсеге сейчас, пора сбросить розовые линзы с наших глаз. Как бы дьяволь, что она победила, где это видно, когда есть завет, закон Божий для всех людей. Мы просто любим всех, даже тех, кто участвует в том шествии. Но то, что они представляют, это грех, об этом четко написано в Библии. Их деятельность просто испортит нашу нацию. Также в числе особо недовольных гей-парадом оказались рестораторы и торговцы цветами. За ограждением бизнес не шел. Никакого бизнеса вообще, мы стоим все на нулях. А хозяева деньги вставлены, налоги платят за что? Для вот этих? Впрочем, уже после двух часов дня все участники, как с одной, так и с другой стороны, насладились самовыражением, и их активность пошла на убыль. Полиция подвела итоги. Задержаны двое человек, они находятся в участке. Для выяснения их личности и цели их пребывания здесь. Потому что один был просто в очень сильном опьянении, а у другого констатировали предмет, который запрещен, скажем так, в таких больших мероприятиях. Это дымовая шашка. В целом, по данным полиции, в гей-параде сегодня приняли участие 300 человек. Протестовали против шествия около тысячи. Даниил Смирнов, Игорь Никитин.